Доброе утро, уважаемые трейдеры! И вот периодически, когда есть что-то интересное в плане фундамента, мы разбавляем аналитику еще и перспективами крипто-рынка, крипто-среды, биткоина и прочих инструментов, которые вам доступны, опять же, для торговли в рамках компании Амаркетса. Сегодняшняя торговая сессия изобилует на пресс-конференции высокопоставленных чиновников. Начнем мы, собственно, в 15.00. Нас ожидает выступление Питера Прата, это главный экономист Европейского центрального банка. Надеюсь, что многие из вас посещают брифинги, скажем, на постоянной основе и знают то, что это тот самый человек, который лоббирует идею мягкой экономической политики. И обычно Прата выполняет задачу ослабить курс европейской валюты, когда это необходимо. Ну, собственно, евро уже сейчас находится под давлением. В принципе, за время вчерашних торгов мы видели то, что продавцов хватило буквально на все инструменты, которые присутствовали. Без исключения, пожалуй, только товарного. А сырья особенно у нас отличилась восходящей бочей динамикой нефть, но об этом мы традиционно поговорим. Вслед за Питером Пратом у нас выступление двух чиновников американского регулятора, которые по совместительству являются еще и голосующими членами. То есть, именно их позиция, их оценка в конечном счете и может быть интерпретирована как действием всего регулятора по поводу процентных оставок. Конечно же, голосующих членов очень много. Ну, вот Лоретта Мейстер и Лейл Брейнард это обычно в последнее время не поддерживали наше с вами позиционирование по доллару, поскольку лоббировали идею тоже целесообразности повышения процентной ставки, атакуясь от той ситуации в плане статистики и того фундамента, который мы анализируем. И в 19.45 замыкать уже выступление своих коллег будет председатель американского регулятора Джанет Йеллен. У этого события по остатусу, по значимости, скажем, из трех возможных звезд, восклицательных знаков, чего угодно. Три из трех возможных, это значит то, что доллар обязательно должен среагировать на то, что будет озвучено и сказано Джанет Йеллен. Но риторику Джанет Йеллен мы можем уже просчитать, спрогнозировать изначально, поскольку помним, что председатель американского регулятора еще, скажем, квартал назад готовила нас к тому, что решение по росту процентных ставок до конца этого года будет, поскольку ссылалось именно на временное явление, связанное с низкой инфляцией. Эту позицию представители ФРС подтвердили, но, по крайней мере, поддержали. Сейчас у нас есть возможность снова послушать это и надеяться на то, что ее выступления, ее потенциально жесткие комментарии смогут пересилить негатив для бакса, связанный с очередным витком роста напряженности в отношениях США и Северной Кореи, из-за которого трейдеры в очередной раз делают ставку на защитные инструменты. Вот вчера это, очевидно, прослеживалось. Про доллар и иену, как и всегда, поговорим чуть позже. Давайте про нефть, тем более, что здесь мы констатируем с вами максимальный уровень уже не за несколько месяцев. За последние два года котировки бренда в ходе очевидного состоявшегося бывшего ралли перевалились за 58 долларов за баррель. Судя по тому импульсу, который еще прослеживается в динамике этого актива, восстановление уже идет и на азиатской сессии вторника. Возможно, трейдеры будут пытаться уже добраться до 60 долларов за баррель. Вот теперь, что касается причин. С чем же связан повышенный спрос на нефтьянку? Я думаю, что многие из вас, особенно те, кто не просто интересуется тем, что будет с нефтью, а непосредственно спекулируют этим активом, уже по, скажем, шерстили по новостному фону. И знают то, что участники рынка сошлись во мнении, что это ралли поддержано заявлениями, комментариями представителей ОПЕК, констатировавшими рекордный показатель соблюдения договоренности и код по соглашению снижения нефтедобычи. То есть все речь идет о энергетическом пакте, который был подписан еще в конце 2016 года. Снижение недобычи на 1,8 миллиона. Этот пакт действовал до конца, собственно, 2017 года, потом его продлили до марта 2018 года. Почему снова обсуждать эту тему? Ну, потому что в пятницу, как вы помните, прошла очередная встреча в преддверии заседания уже Ближневосточного картеля, намеченного на ноябрь. Обсуждали процент выполнения соглашения, и он, как оказалось, на рекордных уровнях сейчас 100-16%. Это значит то, что многие регионы не просто сейчас действуют в рамках взятых на себя обязательств. То есть нужно было, к примеру, скорректировать производство на 100 тысяч баррелей, а не скорректирование на 100 тысяч баррелей и еще немножко больше. К этому, собственно, уровню исполнения договоренности очень много вопросов лично у меня, потому что мы помним оценки альтернативных агентств и ведомств, которые снабжали нас совершенно другими данными. Вторая причина интереса к нефти – это обсуждение, которое звучит все чаще и чаще по поводу целесообразности продления действия этого договора, факта за март 2018 года, может быть, до середины или даже до конца 2018 года. Мы тоже про это говорили, друзья. Я надеюсь, что вы все-таки тоже работаете с реальными цифрами, вы работаете с более-менее правдовыми ожиданиями. И помните, на основании хотя бы той самой встречи, которая прошла в пятницу, состоялось, этот вопрос поднимался, но участники решили получить больше информации, подождать, опять же, до того же самого ноября, и уже после этого вернуться к обсуждению. Я считаю то, что вероятность продления, ну пусть она и присутствует, но она не ломает, опять же, тот тренд, который был нисходящий. Хотя, наверное, про трендовую динамику сейчас говорить неправильно, ведь нефть растет уже на протяжении многих недель подряд, и это самый настоящий восходящий тренд. Она не ломает того медвежьего взгляда, который присутствовал, собственно, на рынке до этого. Вот это причины, которые считаются, стали основными для той динамики, которую мы видим. Я считаю то, что они на самом деле не ключевые в плане реакции и влияния на настроение трейдеров, потому что довольно странно, что вчерашняя восходящая динамика совпала с референдумом, который прошел в Курдистане, мы об этом говорили и допускали в качестве альтернативного сценария, что определенный исход референдума и последствия, а, собственно, либо какая-нибудь жесткая позиция Турции, либо беспорядки, которые могут привести к проблемам, к перебоям работы нефтяной инфраструктуры, вот это как раз может стать причиной локального всплеска интереса к нефти. И учитывая то, что действительно ралли совпало с референдумом, с данным политическим событием, я все-таки считаю, что основная причина кроется именно в нем. И если вы все-таки с большим интересом попробуете обыскать информацию о том, что стало известно по факту референдума, то сможете обнаружить, что результаты, опять же, ну, может быть, для кого-то и были ожидаемыми, прогнозируемыми, но они, скажем, встретили довольно остро критическую позицию Вердогана, лидера Турции, который предгрозил даже закрыть нефтепровод, через который идут основные экспортные поставки, можно сказать, из Ирака на территорию глобальной мировой арены. То есть это риски потенциального сокращения предложений, учитывая то, что Ирак один из основных поставщиков. Это действительно так. И то, что сейчас мы увидели интерес к нефти, ну, на мой взгляд, прогнозируемо, ожидаемо. Но я никак не мог предположить то, что это бычье ралли заведет, собственно, нефтянку в район двухлетних максимумов. Сейчас мы видим то, что импульс, как я уже отметил, сохраняется для рынка нефти. Участники продолжают отыгрывать эти лишь спекулятивные ожидания, прогнозы. И, видимо, какое-то время этот настрой на рынке будет преобладать. Возможно, сейчас есть уже новый уровень, куда стремиться бренда, как минимум его протестировать, не говори, чтобы закрепиться. До 60 остается совсем чуть-чуть. Если вы рассматриваете, опять же, не только с точки зрения долгосрочных инвестиций, но и периодически при появлении сигналов готовы использовать и крокосрочные возможности, можно присмотреться к покупкам, опять же, до этого уровня. Если вы не размениваетесь, опять же, на крокосрочные спекуляции, тогда предлагаю ждать, когда медведи выйдут из тени и будут, опять же, давить на те самые факторы, которые мы обсуждали с вами что неделю назад, что и раньше. Это факторы, на основании которых эффективность сделки ОПЕК по-прежнему под вопросом. Это факторы, на основании которых ни Лирия, ни Нигерия еще не присоединились к нему. И это все-таки приближенная, опять же, позиция для российских реалий. Опять же, мы, может быть, будучи объективными в этом вопросе, можем сказать то, что российская экономика и Министерство энергетики в лице Александра Нулока – это, опять же, нечеткая идея и желание поддержать энергетический пакт за пределы марта 2018 года. Мы даже какое-то время назад говорили о рыночных слухах, которые витали, да и продолжают это делать, о том, что Россия даже будет, может быть, поддерживать идею, может быть, инициирует рассмотрение такого сценария, как прекращение действия этого самого пакта. Но это все вопрос, собственно, ближайшего времени. Рубль 57.50 особо российская валюта не отреагировала на такой рост нефтяники, хотя могла бы, конечно же, использовать это для того, чтобы уйти снова ниже 57, но мы понимаем то, что Центральный банк также заинтересован, может быть, и в отсутствии резкой революции, собственно, так же, как и в отсутствии чрезмерного укрепления рубля. В данном случае здесь уровень 57.50 держится, ждем ослабления нефти и ждем, когда рубль снова будет претендовать на движение выше 58. Доллар японская иена. Вчера торговая сессия так хорошо началась, собственно, после закрытия, а прошлой неделе на отметке 112 иен против доллара, мы открыли новую неделю с ГЭПом. Но претендовали на то, чтобы революции 12.50 говорили о том, что БК пока старательно держат актив и эту пару выше 112 доллара, не пускал продавцов, которые хотели затащить, собственно, инструмент, то есть данную валютную пару ниже по факту спроса на защитные активы, все из-за той же самой ситуации вокруг Северной Кореи. Вчерашняя торговая сессия была еще начата с выступления председателя Банка Японии Курады, который подтвердил важное сохранение мягкой экономической политики. Дальше у нас на повестке было выступление премьер-министра Японии Синза Абы, который отметил, что, во-первых, для более ускоренного достижения цели, собственно, в 2% по инфляции он инициирует возможность даже дополнительного стимулирования и попросил, опять же, палату министров одобрить дополнительный пакет стимулирования на сумму в 2 триллиона иен. Это может быть незначительная сумма, но все равно явное подтверждение того, что Банк Японии, как и ранее, заинтересован в том, чтобы прежде всего заинтересован в достижении целевого показателя по индексу потребительских оцен. Также Синза Абы сообщил о том, что распустит парламент 28 сентября. Это еще и политическая тема, которая, с одной стороны, может повышать спрос на японскую валюту, но, с другой стороны, это, опять же, те реалии, которые могут больше позволить нам сфокусироваться на то, над, скажем, тем, что произойдет с долларом в соответствии с ожиданиями и выступлений и публикуемых макроэкономических отчетов. Ближе к концу торговой сессии настроения в долларе очень резко изменились. Вы могли заметить, как американец ближе к концу дня резко обвалился, практически фигуру потерял. Это, опять же, на появившейся информации о том, что якобы США объявили войну в Северной Корее. Потом, конечно же, эта информация была опровергнута и хорошо. Но трейдеры среагировали, поскольку это самые подвижные сущности, конечно же, на финансовых площадках. Но, однако, после опровержения этой информации о восстановлении доллара так и не последовало. Поэтому мы и сейчас наблюдаем пару на отметке 111.50. Снова возлагаю большие надежды я на сегодняшний день и, прежде всего, на Джанет Ерин, которая должна вернуть, собственно, веру в неизбежное повышение процентной ставки и, может быть, даст больше конкретики по поводу сокращения баланса. Хотя мы, наверное, и так получили уже максимум информации по факту заседания, которое состоялось на прошлой неделе. Доллар японская иена 111.50 – это ниже, чем мы были несколько дней назад, но не так уж и, скажем, плохо с точки зрения стоимостных пунктов, которые мы наблюдаем сейчас и в сравнении с тем, где мы когда-то видели – доллара против иены. Поэтому, друзья, как и раньше, я все-таки рекомендую не отказываться от длинной позиции и также, как и я, искать поддержки вот от тех событий, которые на провеске текущей торговой сессии. Золото на слабости доллара, конечно же, и на эскалации напряженности в отношениях Северной Кореи и США снова улетело выше 1300 долларов за тройскую унцию. Пока что настроения по-прежнему преобладают в сторону большего спроса на защиту, но настроения быстро меняются. И если сегодня доллар предпримет попытку снова вернуться выше 112 иен против, точнее, доллара японской иены выше уровня 112 ровно, тогда золото снова будет подбираться к поддержке в 1300 долларов за тройскую унцию. Пока этот уровень обхаживается уже несколько дней, а подряд даже недель, нет четкого понимания, как действовать по золоту дальше. Я думаю, что этого понимания не будет ровным счетом до тех пор, пока мы не получим четкого представления о том, готов ли доллар расти на ожиданиях жесткой монетарной политики, не обращая внимания на геополитику. Пока этого понимания тоже нет. Европейская валюта против доллара вчера снижалась довольно-таки активно. Если сравнивать котировки и уровень, о которых мы говорили во время нашего утреннего вчерашнего брифинга, и текущие котировки 1.1858, тоже примерно минус 100 пунктов. По статистике ИФА бизнес-ожидания, оценка текущих экономических условий хуже, чем прошлая оценка. Можно, конечно же, сказать, что выборы миновали, теперь нет необходимости рисовать статистику. Ну, это, конечно же, неправильно еще, потому что слишком мало времени прошло. Но все равно статистика хуже прошлых значений, хуже прогнозов. И, на мой взгляд, сейчас ИФА даже более объективный и реальний, чем статистика от ЗИЮ. Ну, конечно же, основная причина снижения европейской валюты связана с политикой. Да, партия Мерки одержала победу. Это никто бы не сомневался, партия власти, которая была, таковой и остается. Но вот голосов они набрали настолько мало, что без формирования коалиционного правительства не обойтись. И, между прочим, многих тех, кто следил за политическими вот этими нюансами, удивила тема, то, что очень много голосов набрало партии ультраправых, как вы, помните, я говорил о неонацистах, если в далеком, собственно, 2013 году у них, по-моему, было меньше 5%, а сейчас уже около 13%. Это, конечно же, немного настораживает, потому что, учитывая те взгляды, которые разделяет эта партия, безусловно, Мерки не будет искать коалиционного правительства либо поддержки среди них. Скорее всего, в качестве альтернативных партий будут свободная демократия и партия зеленых. Это самый, на мой взгляд, сценарий, который имеет больше всего шансов на реализацию. Но перед тем, как будет сформировано это коалиционное правительство, я думаю, что очень много воды утечет. Пройдет не меньше месяца, может быть, даже больше. Это и неопределенность, и, разумеется, негатив для национальной валюты. Дальше у нас на повестке политические выборы в Италии, которые будут гораздо интереснее, чем выборы в Германии, потому что в Италии, скажем, партии ультраправых примерно по результатам общественных предварительных настроений такие же паритетные значения, как и у блока либаристов и у правого блока. Получается то, что заранее невозможно предугадать, какая партия одержит победу. В отношении Франции и Германии было ясно, что у оппозиции нет ни единого шанса. В отношении Италии такого понимания нет. Поэтому мы с вами от политики еврозоны еще отказываться не будем. Может быть, политика будет не таким мощным триггером для движения евро, но у нас и без этого есть на что ориентироваться. Это ЕЦБ и те решения, которые будут дальше приниматься по денежно-кредитной политике. А эти решения, надеюсь, вам уже понятны, тем более, что вчера выступал Драги. Возможно, Драги также стал причиной снижения евро. А в целом его риторика совпала с тем, что мы слышали ранее. Да, экономика восстанавливается, чувствует себя лучше, чем год-два, года назад. Но все это следствие тех стимулов, которые действуют. И если сейчас от них отказаться, можно решить экономику вот этого катализатора, восстановления. Поэтому без них пока житься, возможно, будет в еврозоне хуже. Значит, и ставки низкие, и программа количественного смельчения вновь и вновь актуальна. Друзья, я сегодня хочу обратить ваше внимание на важные события. Оно, правда, не в ближайшие часы пройдет, получается, со вторника на среду. Это заседание Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке. Это заседание интересно тем, что вести его будет, скажем, новоиспеченный председатель регулятора Грант Спенсер. Я, к сожалению, ничего не могу сказать про этого представителя, не знаком с его взглядами. Но что-то подсказывает мне, сейчас мы можем уповать на то, что что бы ни было сказано. Опять же, еще не какие-либо осторожные высказывания, может быть, не четкое представление, как нужно вести себя с общественностью, которая ожидает определенных посылов от руководителя Резервного банка Новой Зеландии. В общем, наверное, какую виторику мы сегодня бы не услышали, скорее всего, она станет негативной для национальной валюты. А если и Грант Спенсер подходит, последние слова Виллера, о целесообразности, опять же, мягкой экономической политики, то есть будет разделять и позицию Филиппа Лова, который возглавляет Резервный банк Австралии, тогда и австралийцы, и новозеландцы у нас будут действовать в прежней конве, и это нисходящая динамика. В принципе, они также в рамках вчерашней торговой сессии снижаются, и, я надеюсь, все будут продолжать это делать. Австралийцы сейчас торгуются на отметке 0.7941, ждем 0.78, и там фиксируем частично результаты коротких позиций. По новозеландцу уровень чуточку повыше, это отметка 0.7150, но все равно около фигуры остается до этого значения. Американский фондовый рынок так и находится на исторических максимумах, потому что в Америке сейчас и по Штатам нету мощного фундамента, который может стать причиной либо еще большего роста, либо напротив коррекции, особенно в свете последних решений, опять же, американского регулятора. Ну, может быть, сегодня движения американской фонды будут более динамичными, потому что на повестке выступления Джанет Йеллен. В любом случае, как и раньше, я настоятельно рекомендую вам сейчас держаться подальше от длинных позиций, несмотря на то, что кажется, что прокатиться на ралли еще можно, и фондовый рынок уйдет гораздо выше. Я не спорю, с этим все может быть, но вероятность оступиться сейчас гораздо выше, чем вероятность вот снять еще несколько процентов потенциального роста. Биткоин у нас на уровне 3895 долларов за одну единицу никак не может прорваться выше 4000 долларов. Мы и не строили из обычных ожиданий, что это может произойти в ближайшее время, особенно в свете крайне радикальной позиции Народного банка Китая, который продолжает буквально из недели в неделю закручивать гайки для всего локального рынка криптовалют. И все началось с запрета ограничения операции SEO, и сейчас по принципу цепной реакции распространяется на соответствующее подстановление, которое распоряжение получает биржа. Уже основные биржевые площадки свернуты, и те китайские инвесторы, которые все-таки специализировались на инвестициях и на трейдинге криптовалюты, сейчас побаиваются, что дело может дойти даже до ограничения доступа к альтернативным площадкам извне. Если это произойдет, капитализация рынка криптовалют просядет еще сильнее, учитывая то, что Китай, как вы помните, опять же по ряду мнений, я приводил ему оценку Zira Hedge в 2016 году по объему, по-моему, больше 90% именно приходилось на биржевые площадки Китая. Конечно же, интерес сейчас в меньшем ключе выражен в отношении различных активов этого рынка. До тех пор, пока не появится какого-нибудь альтернативного позитива, я думаю, что ни в коем случае не нужно делать ставку на рост и биткоина, и прочих его основных конкурентов, либо коллег по цеху, как угодно можно назвать. Может быть, даже стоит, как и раньше, оставить на то, что тот же самый биткоин в ближайшее время протестирует сначала поддержку в 3500, или, может быть, даже скорректируется в район 3000 долларов за одну единицу. Друзья, собственно, на этом все. Большое всем спасибо за внимание. Хорошей вам торговой сессии, хорошей вам торговой недели. Волатильность возрастает, усиливается за дня в день, рынок становится все более и более непредсказуемым. На рынке очень много форс-мажорных факторов, которые заставляют нас корректировать наши планы, а точнее лучше подстраивать ожидания. Не можем мы пока довольствоваться логичным подходом к анализу фундамента, статистики и того привычного новостного фонуса, с которым мы работаем, потому что пока балом правят риски, которые, разумеется, уводят очень большие деньги в защиту. Защитные активы, вы знаете, что это за перечень инструментов. До тех пор, пока ситуация не изменится, мы лишь продолжим с вами обсуждать новостную картину, но, к сожалению, не сможем наслаждаться реализацией тех идей и ожиданий, которых придерживались уже много месяцев подряд. На этом еще раз все. Всего доброго. До свидания.